Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале! Продолжаю работать с текстами Писаний. Сегодня я хочу продолжить вам рассказывать о тех цитатах, текстах сеноидального перевода, которые несут неправильную смысловую нагрузку или вообще отсутствуют. Естественно, эти цитаты связаны у нас с Иисусом, с символом веры, и поэтому очень важно эти темы обсудить. Сегодня я хочу обсудить еще понятия от начала сущей, потому что вот это понятие позволяет многим людям думать, что Иисус является от начала сущим, но что Он является еще и Создателем, Творцом. Ничего, мои дорогие, подобного. Мы должны сейчас зачитать с вами эту цитату. Это будет благовествование от Иоанна, глава 8, стих 25. Тогда же сказали ему, кто же это Иисус сказал им от начала сущий, как и говорю вам. А теперь давайте посмотрим другие переводы и разберемся в текстах. Итак, еще раз перечитываю сеноидальный перевод. Тогда сказали ему, кто же ты Иисус сказал им от начала сущий, как и говорю вам. Смотрим следующий перевод. Кто же ты такой? Спросили они. Я вам с самого начала говорю, кто я такой? Ответил Иисус. Следующий перевод. Так кто же ты? Спросили они его. Тот, кем я себя называл с самого начала? Ответил Иисус. Следующий перевод. Говорили ему тогда, ты кто? Сказал им Иисус. О чем мне вообще говорить с вами? Смотрим еще перевод. Тогда они спросили его, кто же ты Иисус ответил? Я тот, о ком я вам говорил с самого начала. Тогда они спросили его, кто же ты Иисус ответил? Я то, что я вам говорил с самого начала. Так кто же ты? Спросили они тогда об этом. И говорю, я вам с самого начала, ответил Иисус. Они спрашивают его, кто ты? Иисус отвечал, я уже с каких пор не о том ли вам говорю. Еще смотрим переводы, кто же ты такой? Спросили они, я вам уже давно говорю, кто я такой? Ответил Иисус. Тогда они спросили у него, кто же ты? Иисус сказал им, не об этом ли постоянно? Я говорю вам. Они спросили, а кто ты? Иисус ответил, я вам все время об этом говорю. На это они сказали ему, ты, кто ты такой? Ответил, я то, о чем говорил вам с самого начала. А теперь давайте перечитаем синоидальный перевод. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им от начала сущей, как и говорю вам. Вот как видите, из этих цитат у других переводчиков мы не нашли понятия сущей. И мы не нашли его, потому что его там просто-напросто нет. Поэтому серьезнее относитесь к текстам синоидального перевода. Если какие-то вот цитаты вас смущают, то обязательно перепроверяйте. Если вы не верите мне, то я сейчас хочу вам зачитать мнение еще вот одного человека, который является священнослужителем. Сейчас я вам найду эту цитату, которую я нашла в интернете. Это у нас Архимандрит Иннауарий Ивлев. Точный смысл, цитаты, 8.25 предмет разногласий. Но одно ясно, что никакого от начала сущей в речи Иисуса Христа и в помине нет. Ни сущего, ни от начала. То есть от начала творения. Для точного понимания смысла подсрочник не дает нам ровным счетом ничего. От начала, которое, что я говорю вам, почти все переводы этого туманного ответа Иисуса на заданный ему вопрос можно разделить на две группы. Первая группа. Иисус отмахивается от прямого ответа, указывая, что он уже всегда говорил и говорил, кто он такой. Но его, мол, не понимали и не понимают. И второй вариант. Сейчас я вам его зачитаю. Иисус, видя, что его слова падают в пустоту, сокрушается. Поэтому, дорогие мои, понятия от начала сущей не было и в помине. Поэтому серьезнее относитесь к текстам Писания. Всего вам доброго. До следующей встречи. Продолжение следует...